Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Сегодня у нас вторник, 17 сентября 2024 года. Сегодня у нас очередная трагичная годовщина. 85 лет с момента вторжения Красной Армии на территорию Украины и Беларуси, западных ее частей, которые тогда входили в состав Польши, после чего Советский Союз официально вступил во Вторую мировую войну. Правда, долгое время советская историография утверждала о том, что Вторая мировая война, или как они называли ее, Великая Отечественная война, началась не в 1939, а в 1941 году, 22 июня. На самом деле это всегда было ложью. Сегодня, друзья, мы поговорим с вами о том, что правительство Великобритании не даст украине разрешения бить своим дальнобойным оружием, по территории России без согласия Соединенных Штатов. Госдепартамент США заявил о том, что политика Вашингтона остается прежней. Потери российской армии во время полномасштабного вторжения в Украине превысили 10 тысяч единиц танков и бронемашины. Издание «Политика» пишет о том, что бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный выступал против начала Курской операции, а сам президент Зеленский выступил за ее проведение еще в начале нынешнего 2024 года. Песков объяснил решение Путина увеличить армию РФ на 180 тысяч человек угрозами на границе России. В России в любой момент могут возобновить ядерные испытания. Об этом заявил начальник полигона «Новая земля» в интервью российской газете. Компания Мета, которая объединяет Facebook, Instagram и Fretz, заблокировала аккаунт российской медиагруппы Russia Today. Также Россия собирается расплачиваться с хитаем, криптовалютой за необходимые товары, в том числе двойного военного назначения. И в России задумались о создании аналога «Старлинка». На его создание понадобится 445 миллиардов рублей. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Правительство Великобритании заявило о том, что оно не будет действовать в одиночку, без согласия со Нью-Наштатов Америки, и не будет предоставить Украине право наносить удары дальнобойным оружием по целям в России. Об этом пишет влиятельное британское издание The Times со ссылкой на свои источники. Британцы считают, что американские системы дальнего поражения имеют решающее значение на поле боя. Соединенные Штаты, скорее всего, дадут разрешение на удары на Генеральной Ассамблее ООН, которая открылась 10 сентября и 22 сентября туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в ответ на вопрос, какой будет позиция США по разрешению Украины использовать дальнобойное оружие по территории российских военных объектов, ответил, что никаких объявлений по этому случаю у Белого дома нет. Сомнения администрации Байдена могут быть вызваны как встречными угрозами, которые прозвучали из Кремля, который пообещал, что применение подобного оружия неминуемо втянет страны НАТО в прямую конфронтацию с Россией. Так и желанием Вашингтона привлечься больше и больше союзников к принятию данного решения. Как известно, правительство Германии отказалось разрешить Украине бить находящимся в распоряжении ВСУ немецким оружием. Также правительство Германии так и не передало Украине немецкие крылатые ракеты Таурус. Одно из самых эффективных средств поражения дальнобойного оружия, которое правительство Шольца собиралось передать, но в конечном итоге так и не решилось. Тем не менее, существует большая вероятность того, что соответствующее разрешение может быть передано не публично, о чем также сообщали ряд других источников, в частности опрошенных изданием Wall Street Journal. То есть фактически публичное решение никто анонсировать не станет, однако разрешение неформальное Украина могла уже получить. Но это, скажем так, предположение. Согласно данным портала открытой разведывательной информации Орекс, которая ведет документальный подсчет потерь с начала российского вторжения, Россия лишилась 10 037 единиц бронетехники. Это то, что подтверждено. Из них составляет 3376 танков, 159 из них самых современной модели Т-90, более 5000 БМП и БМД, а также бронетранспортеров, и более 1500 бронированных машин других видов, включая транспортные, разведывательные, противоминные и тому подобное. Потери российской армии тяжелой техники так велики, что приблизительно 85% поступающих в российскую армию танков и бронемашин представляют собой восстановленные, либо переделанные старые образцы техники. Таким образом, Россия испытывает сейчас огромный проблемный, огромный дефицит и количество техники, которое она может отремонтировать или перебросить на поле боя, очень существенно ограничено, несмотря на то, что Россия на момент развала Советского Союза обладала самыми крупными запасами бронетехники, в первую очередь танков. Издание «Политика» созылка на свои источники, конкретно два высокопоставленных украинских военных, сообщило о том, что президент Зеленский впервые озвучил идею наступления в Курской области в самом начале 2024 года. Занимавший в тот пост, главнокомандующий в ВСУ, генерал Залужный, выступал против этого плана, считая, что у него нет второго шага, а также он называл подобный план «авантюрным», отмечает один из собеседников «Политика». Вопрос, который ставил тогдашний главком Залужный, остается ключевым, пишет издание «Политика». Западные украинские скептики опасаются, что ВСУ могут оказаться заперты на территории Курской области. Подобные опасения ранее высказывал ряд военных экспертов. В то же время всеобщие оценки большинства военных экспертов и западных военных заключаются в том, что наступление в Курской области стало полностью неожиданным для российской армии, с последствиями которой оно не в состоянии справиться до сегодняшнего дня, несмотря на переброску около 40 тысяч российских военных на Курское направление, значительную часть которых составляют неподготовленные призывники. Таким образом, дискуссионность относительно успешности либо неуспешности Курской операции будет оставаться еще долго в фокусе внимания, по крайней мере до момента ее полного завершения. Пока большинство оценок, которые были высказаны ключевыми западными союзниками, политиками, в первую очередь говорят о том, что они оценивают успех этой операции достаточно высоко. Тем временем Песков решил объяснить увеличение вооруженных сил России на 180 тысяч до 1 миллиона 500 тысяч. Соответствующий указ Путин подписал накануне 16 сентября. В интервью радио «Маяк» Дмитрий Песков заявил, что увеличение численности российских вооруженных сил вызвано количеством угроз, которые существуют по периметру границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует принятию соответствующих мер. Но если по поводу западных рубежей, в принципе, все понятно, тут тебе и Украина, и две новые страны, НАТО, Швеция и Финляндия, то вопрос, что же за нестабильность на восточных рубежах. Там у нас только, получается, Корейская Народная Республика, Китай, ну да, правда, есть еще Япония, правда, армия Японии, согласно ее концепции, она это оборонная сила, она никакой угрозы России не представляет. Может быть, Песков проговорился о чем-то лишнем, сболтнул, как говорится, лишнего по поводу восточной-китайской угрозы. Остается открытым, но я думаю, как минимум, стоит напрячься сейчас и Пескову, и, скажем так, многим россиянам по поводу того, что угроза, которая в Кремле оценивают, она исходит не только от стран НАТО, теперь оказывается еще и от стран Востока. Как говорится, совпадение не думаю. Очевидно, в преддверии всех этих угроз Россия собирается возобновить впервые с 1990 года ядерные испытания. Тогда они прошли, в 1990 году, 34 года назад прошли на острове Новая Земля. И вот сейчас начальник полигона Новая Земля, Андрей Синицын, в интервью правительства на российской газете заявил о том, что полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Мы в любой момент начнем испытания. Также на выходных депутат Госдумы от ГИН России Андрей Колесник предлагал взорвать на российском полигоне ядерную бомбу, чтобы было всем неповадно. Возможно, Кремль готовит проведение подобных испытаний с целью напугать сейчас Украину и НАТО. Возможности подобного испытания говорили военные эксперты и ранее. В контексте введенных американских санкций против российской медиагруппы Russia Today Россия сегодня, компания Мета, которая является собственницей социальных сетей Facebook, Instagram и Feds, заблокировала аккаунты Russia Today в Facebook, где было 7 миллионов 200 тысяч подписчиков и 1 миллион подписчиков в Instagram. Санкции министерства финансов США против RT были введены еще 4 сентября. Ну, Маргарите Симоньян, очевидно, развиться осталось недолго. Только один собственник социальной сети X, Илон Маск, не спешит. Продолжает разрешать российское пропагание, в том числе RT, распространять лживые нарративы против Украины и против Запада. Подрывные усилия России также направлены на то, чтобы выйти из-под западных санкций. Именно так стоит расценивать попытки России, которая сейчас собирается расплачиваться с Китаем за военные товары с помощью криптовалюты. Соответствующее решение было принято Центробанком России, которое создало экспериментальный правовой режим, который позволяет российским властям рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары. В первую очередь за электронику и товары двойного военного назначения. Именно таких импортеров Кремль собирается защищать в первую очередь, поскольку у них возникли трудности с платежами в банке Китая, а также ряда других стран. Что по этому поводу, думаю, это Минфини США большой вопрос. Но очевидно, что китайские банки, которые согласятся получать от российских покупателей криптовалюту, могут также оказаться в санкционном списке. И, наконец, в России задумались, замахнулись на святое, на Илона Маска. Собирается создать ему российского конкурента. Российская компания, конкурент компании SpaceX называется Бюро 1440. Непонятно, почему так, почему не 1488, была бы нацистская для России символика. Бюро 1440 собралось инвестировать 445 миллиардов рублей в запуск, вдумайтесь, 292 спутника. Им надо запустить, а всего общая программа предполагает запустить 383 спутника. Основную часть денег собирается, естественно, получить из российского бюджета, из него родинького. Откуда же еще скажете вы, что по этому поводу, думаю, Илон Маск, собственник SpaceX, думаю, узнаем скоро в его истеричных постах. В социальной сети X. Ну, а то, что этот проект, который должен был реализован в 2030 году, имеет нулевые шансы на реализацию, я думаю, говорить, в принципе, излишне. Здесь все понятно, распил денег на старты, в конечном итоге ничего не произойдет, как с тем самым собственником российской компании, который получил государственную награду Министерства обороны РФ за несуществующее оборонное сооружение на территории Курской области. Ничего не построил, но, тем не менее, его наградили. Вот такие дела, я думаю, наградят и компанию Бюро 1440 за отсутствующий проект российского убийцы, назовем так его, убийцы Старлинков. Такие у нас новости, друзья, на сегодняшний день, 17 сентября 2024 года. Спасибо вам за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, оширьте, комментируйте трансферсу. Не забывайте рекомендовать видео друзьям и знакомым, друзья. Берегите себя. Спасибо всем спонсорам, партнерам и друзьям канала за вашу неоценимую поддержку, без которой была бы невозможна работа нашего канала. Мы приближаемся еще быстрее к нашей заветной цифре, в 1 миллион подписчиков. Уверен, достигнуть мы ее сможем уже в самое ближайшее время, друзья. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч. Пока-пока.